Сегодняшний доклад на нашем семинаре я хотел бы сделать по поводу такой, вроде бы, всемоизвестной вещи, как всеобщество. Кажется, что на самом деле нам в этот термин понятен, да, и кажется, что мы его постоянно используем, Гегель его постоянно используем, да, и вроде бы здесь нет никаких проблем. Но при ближайшем усмотрении, мне кажется, есть интересные различия внутри этой всеобщести, да, которые указывают на то, что, возможно, как бы не все так просто. Ну, давайте сначала разберем, какие виды всеобщести можно усмотреть. Вот я тут уже умудрился на доске написать, мы сегодня первый раз используем доску. Вот первая всеобщесть, это я вот обозначил ее как тоже сознание. Что это за такая всеобщесть? Да, сознание есть нечто сохраняющееся, да, оно сохраняет в себе в многообразии, оно сохраняет в себе во времени. Но для того, чтобы было бы более понятно, я уже об этом думал, как лучше говорить, для того, чтобы люди поняли, что такое. Вот возьмем чувственную достоверность, главу «Чувственная достоверность. Феноменологии духа Генеля». Да, в этой главе указывается на то, что день сменяется ночью, но вот это, которое обозначает и день, и ночь, и это день, когда есть день, и это ночь, которая есть ночь, вот это это является чем-то всеобщим, которое сохраняется независимо от смены дня и ночи. Да, это это сохраняющийся всеобщим. Так откуда берется это сохраняющийся всеобщим? Вот давайте с этим разберемся. Тут не все так просто. Дело в том, что именно это, которое сохраняется, оно сохраняется благодаря сознанию. Сознание сохраняет свое отношение, и поскольку само оно тоже есть нечто сохраняющее, многообразие, оно является единственным в самосознании, как говорят, или тождеством субъекта. По стоку сохраняется и отношение этого сознания к чему-то, на что оно направлено. Вот это вот это, которое сохраняется независимо от смены дня и ночи, есть на самом деле не что иное, как делегирование сознанием тождества чему-то, что ему противопоставлено. То есть делегирование, сохранение предмету. То есть предмет сохраняется во времени, сохраняется в движении смены дня и ночи тем способом, что сознание, тождество субъекта, субъект, иначе говоря, сохраняет себя, и сохраняя себя, и сохраняя свое отношение к предмету, оно сохраняет также и предмет. То есть именно это. То есть всеобщность это обеспечена тем самым всеобщностью, самого сознания. Сознание является тождественным в себе, является чем-то всеобщим в этом смысле. В том смысле, что она сохраняет в самом себе многообразие опыта. И тем самым это, на которое направлено сознание, чувственное, оно точно так же остается равным себе. Но тем не менее, с чем-то всеобщим. Это вот первый смысл понимания всеобщести. Для того, чтобы его еще больше обозреть, я потом перейдем к следующему пониманию всеобщести, которое является общепринятым. Ну я тут написал второй, это всеобщество родов и видов. Вот на самом деле давайте рассмотрим всеобщество понятия, для того, чтобы понять, что такое противоположность ему является всеобщество сознания. Помимо всеобщести, которая сохраняется благодаря тому, что сознание само себе сохраняет и сохраняет свое отношение к своему предмету, помимо этого есть еще логическое тожещество понятия, логическое всеобщество понятия. Вот понятие животное относится к многим животным. Оно является в каким смысле всеобщим? В том смысле, что оно применяется, как любит говорить Хан, ко многим предметам, которые подходят под это понятие. То есть его понятие, его всеобщесть является всеобщенность логической. Давайте обратим внимание, в чем различие этой всеобщести, которую мы наблюдали в первом моменте. В первом моменте всеобщенность обеспечена реальным единственным сознанием, реальным состоянием дел. Вот сознание или субъект, он остается себе дождественным, он сохраняется. И благодаря тому, что он сохраняется, сохраняется его отношение к предмету. И поэтому предмет вместе с сознанием сохраняется. Пока сохраняется отношение к предмету, предмет точно так же вместе с сознанием сохраняется. Это реальная всеобщенность. Это всеобщенность, или лучше говорить, тождество, удержание чего-то в потоке, удержание чего-то в многообразии. И это всеобщество, оно на самом деле является некой реальностью Это некое единство сохранения чего-то в движении потока Во времени или в многообразии Это на самом деле, как потом выясняется Это единство, которое сохраняется в потоке и в многообразии Есть на самом деле то, что мы называем вещью Что такое вещь? Вещь это нечто, что сохраняется благодаря тому, что мы сохраняем Мы, сознание, мы вот Я или субъект Поскольку мы сохраняем сами себе, мы остаемся себе равными Мы сохраняем свое отношение к вещам И вещи точно так же остаются равными себе в силу того, что мы сохраняем к ним свое отношение Это вот некая реальная всеобщность Да, эта всеобщность связана с тем, что сознание является единством Причем, заметьте, на самом деле, говорить об этой всеобщности Что она является всеобщностью, даже может быть не совсем точно Потому что лучше бы говорить, что предмет остается единством Потому что всеобщность, которую он приобретает, например, это в смене дня и ночи, она остается неким единством, день и ночь сменяется, но в силу того, что день и ночь сменяется, это остается единым, и поэтому говорят об этом, что оно является чем-то всеобщим, потому что оно существует в смене дня и ночи. Или оно существует в смене контекста, как можно было бы выразиться, у вещи сменяется контекст, но сама вещь остается как равная самой себе. Ну а почему она остается равной самой себе? Потому что сознание сохраняет свое отношение к этой вещи. Логическое единство понятия совсем другое единство, это единство подведения некой единства применения понятия к единичествам, некое единство применения понятия, может быть, даже к другим понятиям, которые подводятся под более общие понятия. То есть это всеобщность в смысле применимости, совершенно другая всеобщность. Так что самое главное, разрушение первой и третьей всеобщности, потому что эта всеобщность понятия есть то, что мы говорим, когда обсуждаем мышление, это всеобщность понятия есть, это и есть всеобщность мышления, а то же все сознание, или единство сознания, это есть нечто, что на самом деле дано в чувственном достоверности и восприятии, что эта всеобщность на самом деле не есть всеобщность мышления, это всеобщность, которую она чувствует. Как вот у Гегеля, феноменологи духа, в восприятии есть некая всеобщность, которая называется чувственная всеобщность. Это вот такая всеобщность. Здесь еще мышления нет, а здесь уже мышление есть. Далее рассматриваем. Вот есть всеобщесть родов и видов. Почему она выделяется отдельно? Потому что в отличие от всеобщести понятия, роды и виды есть нечто реальное. Вот, например, что такое род кошачек или собачек, ну и вообще род растений, животных, род людей. Это представляет собой некую всеобщность, некое понятие рода или вида, но она представлена чем-то реальным. Это понятие, которое является живым, если можно так выразиться. В отличие от этого, от обычного понятия, допустим, категории, которые не являются никакой живым. Что такое категория? Это некий общий способ говорения о Щеблево. У Аристотеля вообще категории, под категории, почему он взял категории? Есть определенного рода расследования на суде обстоятельств дела, и они подводятся под некие его рода аспекты, которые судей интересуют. Вот эти аспекты называются категориями. Буквально категория его, это же и означает приводить обвинение или обвинять. Так вот, всеобщность понятий, допустим, всеобщность категории состоит в том, что вот эти аспекты, какие-то всеобщие аспекты, они приводятся к неким единичностью. А всеобщество родов и видов – это совсем другая всеобщество. Если опять же брать Аристотелю, то у Аристотеля есть два вида сущности. Есть первая сущность, это вот единичность. Есть вторая сущность, которая является родами этих единичностей. И вот родовидовое отличие, оно как бы отличается от того, что является категориями, что можно было подвести под понятие всеобщей понятия. Поэтому всеобщность родов и видов – это опять же еще третья всеобщность, существенная всеобщность. Есть еще одна всеобщность, которую надо обязательно тоже рассмотреть, которую рассматривает Гигель. Это всеобщность социальная. Что под этим подразумевается? Существуют реальные живые социальные организмы. Это, допустим, семья, партия, народность, народ, государство, общество. Это некие цельности, которые являются на самом деле такими же реальными, как и сознание. Они, конечно, состоят из многих сознаний, они объединяют людей под одной идеей, на одной территории, или под еще каким-то другим принципом. Но, тем не менее, она представляет собой некое единство. Это сейчас любят говорить о таких вещах, как Играйлер. Можно сказать, что всеобщность социальная – это нечто, что можно было бы понять как Играйлер. Но что тут всеобщность? Всеобщность состоит в том, что этот Играйлер, если можно так выразиться, относится к многим людям. Всеобщность состоит в том, что она в себя вбирает многих людей и является чем-то то, что висит над многими. То есть в этом смысле она всеобщна. Но у Гегеля все эти виды всеобщности, на самом деле, как интересно, являются одной и той же всеобщностью. И он свое тотальное смышление обосновывает следующим образом. Он говорит о том, что поскольку уже в чувстве, если чувство недостоинности читать внимательно, поскольку уже в чувстве истинной чувств недостоинности является нечто всеобщее, то как бы всеобщность пронизывает все наше бытие сверху и доню. А поскольку всеобщее, согласно Гегелю, это и есть начало мышления, поскольку мышление – это и есть нечто всеобщее, то мышление – это тотальное. Иначе говоря, тотальность мышления у него обосновывается через всеобщность. Поскольку все подводится под всеобщность, так или иначе, поскольку есть то жесть сознания, и все подведено под то жесть сознания, все становится тождественным. Сколько сознания тождественное. Сознание делегирует свою тождественность всему, чем оно сталкивается. Мы поэтому всегда рассматриваем мир не как какой-то хаос, какой-то хаос стихии, каких-нибудь природ, которые пронизывают друг друга как-то смешанных. А для нас мир всегда представляет собой мир вещей. Почему? Потому что, на самом деле, когда сознание себя сохраняет, весь мир как бы подчиняется этому тождеству и тоже становится в себе сохраняющимся. Мир сразу разделяется на то, что представляет собой что-то постоянно, а именно на мир вещей и все остальное, которое по отношению к этому постоянному как-то движется. То есть, на самом деле, сознание не просто само стоит, а весь мир как-то там колобродит. А на самом деле, сознание свое тождество транслирует в мир, оно проецирует его в мир и все становится само тождественным. И вообще сознание, поскольку оно самоутождество, оно может общаться только с тождеством Сознание не может на самом деле общаться с тем, что движется, что летит Оно постоянно стремится что-то остановить И вообще говоря, почему сознанию, собственно, недоступно было долгое время понятие движения Потому что оно пыталось это движение зафиксировать как какой-то бесконечный ряд покоев О поре Зенона, мы знаем Что это такое? Это попытка сложить движение из последовательных рядов покоя Ахилле сначала на черепахе пробежит половина расстояния, потом еще половина и так далее То есть движение хотели представить как бесконечное состояние покоя А почему так происходит? Потому что сознание является тождеством и для него существует только тождество То есть для него на самом деле мир представляет свой мир вещей Но это тождество есть реальное тождество Пока сознание остается тождественным в себе и мир остается тождественным в себе И поэтому вот это тождество, это не есть тождество понятия Это есть тождество и просто реальное тождество Оно точно так же чувствует Но поскольку оно является тождеством Вот эта всеобщность понятия может быть подведена так же и под предмет Смотрите, получается, как интересно Получается, что сознание, благодаря тому, что оно тождество Оно весь мир останавливает и весь мир становится точно так же тождеством То есть представляет собой мир тождественных, равных себе вещей Понятное дело, что в мире вещи изменяются Вопрос идет о том, что мы говорим, что вещь изменяется Мы делегируем свою субъективность Мы говорим, как будто бы есть нечто, как субъект, вещь, которая изменяется И так происходит, что есть изменения А мы действительно в буквальном смысле делегируем свою субъективность То есть вещь приобретает, как субъект передика, субъектность какую-то И мы эту субъектность и эти вещи делегируем на том основании, что сами субъекты Мы субъект и можем общаться только с субъектами И поэтому каждая вещь для нас является делегированным субъектом И вот этот делегированный субъект иначе тоже сохраняется до тех пор, пока вещь уж совершенно, допустим, не разваливается, или пока мы не перестаем с ней находиться в неком отношении. А если мы ее бросаем, как бы, и она связает из нашего области нашего сознания, и, допустим, возвращаемся к ней через какое-то долгое время, мы можем ее не узнать, мы можем не опознать ее как ту же самую вещь, потому что все, что угодно могло бы это произойти. То есть, иначе говоря, вещь сохраняется только до тех пор, пока сознание сохраняет с ним свое отношение. А сознание, являясь тождеством и сохраняя отношение с вещью, делает и вещь чем-то сохраняющимся, сохраняющимся себе. Теперь, как подводится понятие под мир вещей? Поскольку сознание есть тождество, и поэтому делает мир чем-то всеобщим, да, всеобщим со своей стороны, как и реальная всеобщница, понятия как всеобщие могут быть применены. Потому что сознание является той трансцендентальной схемой, через которую возможно применение всеобщих понятий. То есть, иначе говоря, сначала для того, чтобы понятие могло быть применено к чувству, да, сначала сознание должно выступить как тождество, и потом только всеобщись понятия через это тождество может быть применены к нему. Вот так происходит. Но на самом деле, что интересно, это всеобщность и всеобщность, которая есть на уровне чувства, да, вот как тоже сознание, всеобщность это на уровне понятия, это разные всеобщности, существенно разные. И поэтому мир действительно разбит на две сферы, на сферу чувственную и сферу мышления. И причем эти две сферы, они на самом деле сосуществуют. Нет, не происходит так, как хочет Гегель, что вот эта вот общность, связанная с единством сознания, да, с тоже сознанием в самом себе, или там с тоже субъектом, единством самосознания, это все как бы слова, поясняющие одно и то же, да. Она не происходит так, что вот это вот все склопывается до мышления, как хотел бы Гегель. Не происходит так, что мышление тотальное. Мышление может быть применено к чувству благодаря тому, что сознание уже участвует в процессе как тоже. Но, но это не означает на самом деле, что здесь уже существует мышление. Сознания мышления еще нет, но оно может быть, оно может быть применено. Но само по себе это разные ситуации. Ситуация чувства, ситуация, когда сознание, вот чувственная достоверность обращена в мире, ситуация, когда мы уже обращаемся к этому миру с позиции всеобщей с понятия. Теперь возьмем всеобщество социальное. Опять же, на самом деле, это совсем другая всеобщесть и всеобщесть понятия. Но что такое, на самом деле, народы? Что такое общество, допустим, как общество или государство? Это же не всеобщесть понятия. Совсем другая всеобщесть. Это всеобщесть того, что люди объединены в нечто единое. И у них есть нечто, единство, например, единство идеи, единство происхождения, единство территории, которое их объединяет. Но это не есть, опять же, всеобщесть понятия. Совсем другое всеобщество. Про всеобщность родов и видов я говорил. Здесь я нахожусь в позиции того, что надо додумать, это как раз всеобщность родов и видов. Но могу сказать, что, допустим, Гегель считал, что всеобщность родов и видов, которые реально являются всеобщими в нашем созерцании и вообще существуют сами по себе, самостоятельно ставят свои цели, самостоятельно организованные, доказывают, что пространство времени не является субъективной формой чувства. Вот это как бы одно из возражений Канту, что поскольку есть роды и виды, и поскольку они самостоятельные, и они отделены, и сами живут согласно своей природе и согласно своим законам, согласно своим целям, то именно поскольку пространство времени является субъективной. Это вот как бы одно из возражений Канту. Теперь, как бы, что я еще хотел сказать по этому поводу. Интересно, что если понимать на самом деле, что нету... Ну давайте тут стерем. Что нету на самом деле тотальности мышления. Что фактически ситуация выглядит следующим образом. Что есть некая тотальность сознания. Потому что сознание, как тожество, участвует, конечно, везде. И это тотальность разбита... Тотальность сознания, да? Это тотальность разбита на мир вещей, да? Мир вещей, который является всеобщим. И всеобщность, которая является понятийной, да? И смысловой. Понятийной или смысловой. В чем тут смысл? Вот смотрите. У нас есть две сферы. Сфера, которая нам дана чувство, и сфера, которая нам дана мысль. На самом деле, если вдуматься, это различие есть не что иное, как различие означающего и означаемого. Потому что правильное развлечение мышления сознания должно быть как-то усмотрено в том смысле, что мы через призму знака видим его смысл. Знак, и мы видим его значение, которое стоит как бы по ту сторону знака. Так знак это чувственное? Знак это чувственное. Пока я говорю в этом отношении. Пока я о текстах не говорю, я сейчас перейду к нему, я просто говорю. Пока с знаком я имею ввиду, что это существование. Знак, и то, что стоит за новыми... Пока я не объясняю, что такое знак, это значение. Пока я говорю о чувствовании значения. Нечувственные значения нам что-то говорят. Чувственное – это профиль, а мысленное – это вещь? Не профиль. Просто, все что угодно, многообразие чувства. Профиль – это определенная вещь. Многообразие чувственное, мы его осмыслили. Я просто, хотел заметить, что между мышлением... Когда мы его осмыслили, оно стало совокупностью вещей? Ну, в совокупности вещей, да. Ну, таким образом чувственное, это и есть совокупность профиля и конкретных вещей. Ну, просто я хочу разговаривать не о профиле, я хочу сказать о соотношении мышления и чувства. У нас почему-то всегда в размышлениях, допустим, как Гигель размышления, у него получается так, что в чувстве мышления есть что-то соположное. Вот есть чувства как бы, а рядом мышление, а потом как бы так получается, что тотальность съедает полностью чувственное, и ничего не остается, как просто тотальность мышления. Да, потому что профиль, у тебя это всегда профиль вещи. Хорошо, я не хочу даже в этих терминах говорить, просто немножко не о том разговоре. Я хочу сказать на самом деле, что на самом деле это соотношение между чувствами и мышлением, есть как соотношение между передним планом и задним, как между знакомыми и значениями, как между означающими и означающими. Потому что все, что мы видим и все, что реально для нас есть, феноменологически дано Это вот мы созерцаем, чувствуем, представляем, наблюдаем, чувствуем и так далее Это все, что дано, чувствуем Все, что дано в мысли, на самом деле, его как бы нет Мы только это домыслили Мы, конечно, привыкли, как философы, размышлять Но в каком-то смысле, на самом деле, то, что мы размышляем, это есть сфера значения Того, что мы говорим, когда мы относимся к чувству То есть фактически получается, что мы всегда, когда мыслим, на самом деле, просто движемся в сфере смысла Вот есть как бы передний план, это передний план, это чувство То, что дает чувство, да, некая данность чувственная Созерцаемая данность, данность воспринимаемая Она является миром вещей И представляет собой некие для нас знаки, которые связаны и представляют собой, на самом деле, связанную... То есть вещь это то, что имеет отношение к чувственному? Да То есть вещь это не то, что дается в мышлении по поводу... Я только что говорил о том, что вещь потому и вещь, потому что сознание сохраняет себя Я уже определил, почему вещь не относится к мышлению Мы, эта вещь не мысля, вещь можно мыслить Но вещь, прежде всего, дана чистой, только в чувствах Почему она должна чувствовать? Потому что уже на уровне сознания, сознание сохраняет себя И вещь сохраняет себя Пока сознание сохраняет отношение к этой вещи И вещь сохраняет себя вместе с сознанием То есть мир становится миром вещей просто потому, на самом деле, что сознание сохраняет саму себя Ну непонятно несколько, но ведь сознание как бы одно, а вещей много. Вещей много, сознание одно, оно сохраняет свое отношение ко многим вещам. Как бы могу это просто выразить? Совершенно непонятно. Вот, совершенно непонятно. Это просто как вот я проектирую свою самотождественность, мир, и все заражается принципом тождественности. Да, но почему оно заражается, что стул становится столом, а принтер принтер? Нет, стул не становится столом, все становится, еще раз говорю, вот не надо переводить разговор в язык. Пока я еще до языка не дошел, я хотел дойти до языка, но не дошел. А ты уже перевел в разговор, нет никаких столов или принтеров, просто есть вещи. Они никак не называются. Вот та парадигма, на самом деле, что мы не можем одновременно видеть и не мыслить, эта парадигма здесь другая парадигма. Здесь можно, видишь, мышление-то вот где находится. Можно видеть и не мыслить, понимаешь? Мышление, оно не является чем-то обязательным. Почему? Потому что я сказал, что тождественность обеспечена просто тем, что сознание тождественно. Здесь нет никакого мышления еще. Вещи уже есть, а мышления еще нет. Мышление может начаться в любой момент, но его еще нет. И мы как раз разбираемся, если разбираемся ситуацию, когда мир уже есть, мир вещей, но мышление еще не вступило в свою работу. Оно вступает в работу, то есть всеобщий с понятием, да? Оно потом вступит в работу. Мы можем его запустить, это всеобщий с понятием. Я и хотел объяснить, каким образом вступит эта всеобщая работа мышления. И что такое мышление на самом деле. В каком-то смысле мой доклад посвящен тому, чтобы понять, как соотносится чувство мышления на самом деле. Не так, как принято у нас говорить, у нас же как принято говорить, что чувство это дает что-то единичное. А на самом деле все есть мышление. Тут есть какой-то мимолетный поток, а по сути все есть мышление. И кроме мышления еще нет. Тогда вот есть у нас постоянно эта картинка классической философии, что мышление тотальное и все. И есть две формы существования, это и тотальное существование. Это некое призрачное, которое в чувстве, это как видимость. И существование настоящее, а именно мышление. А я хочу построить, как раз и строю сейчас другую парадигму, где благодаря тому, что сознание и мышление различены, есть некая тотальность сознания. Поскольку сознание, или я, или как бы то же субъекты, оно тождественно, и оно заражает тождественностью весь мир. Но не благодаря мышлению. Сознание проецирует свое тождество не благодаря тому, что оно мыслит это тождество, а просто благодаря тому, что оно само стоит. Когда я встал и стою, все вокруг меня сразу раскалывается на две части. Та часть, которая точно так же вместе со мной стоит, поскольку я стою, я заражаю все, что может стоять, да, все среды плотные и так далее, вместе со мной становится стоять, превращается в вещи. И все остальное, что относительно этих вещей движется, да, или вещи относительно другой вещи движутся. То есть мир приобретает структуру, состоящую в том, что одно становится вещами, а другое становится чем-то, что между вещами. Или, допустим, то, что представляет собой, когда одна вещь движется относительно другой, да. Почему? Потому что я говорю, мы субъективность свою, субъектность свою, да, как бы мы делегируем вещах. Поскольку я сохраняю себя, как субъект, я и сохраняю свое отношение с этой доской. Поскольку и эта доска сохраняется. Пока я с ней сохраняю отношение, и доска точно так же сохраняется. И так со всем происходит. Но дело здесь нет никакой деятельности и мышления. Это происходит в силу того, что просто я встал, и весь мир сразу определенным образом тоже встал. Поскольку, если говорить, вот опять же, может, другим языком, допустим, языком формы. Можно сказать так, что я есть форма. Я миру продаю форму тем способом, что поскольку я есть тождественное себе, то и мир весь превратился в некие тожества вокруг меня. Потому что он подчинился этой форме. Ему деваться-то некуда. Вот о чем идет речь. Но если это так, если есть тотальность мышления, то есть тотальность сознания, то тогда есть две сферы, несводимые друг к другу. Одна сфера связанная с миром вещей, поскольку вещи это еще не есть мышление. А вторая сфера связана как раз со сферой мышления. Как эти сферы связаны? Они связаны тем способом, как значение. Знак связан со своим значением. Иначе говоря, мы в чувстве. Видим многообразие вещей, и они для нас что-то значат. В процессе жизни они много для нас, что начинают значить. Допустим, другой человек идет, или какие-то вещи. Человек для нас, в данной пока ситуации, есть тоже некая вещь. Много вещей. Хищник какой-то бежит, еда. И много что. Не надо забывать, что мир есть на самом деле. Мир каких-то значений. Уже собака понимает, что мир есть мир значений. Она видит еду, набрасывается на еду и поедает ее. Этот мир значений прописан уже для любых существ живых. И растение это понимает, когда, допустим, растет и сталкивается с каким-то препятствием. Он пытается его обойти и так далее. Что-то с ним сделать. Мир, в принципе, для нас, поскольку мы в нем живем, является миром неких значений. Но это все дано чувственно. Оно для нас очевидно. А где тогда мышление? А мышление это есть то значение, которое в этом мире мы видим. Как бы тот смысл, который просвечивается через все эти значения. Мы этот смысл потом можем оторвать от мира. Оторвать от мира и рассматривать отдельно, как мышление мышление. Мы можем просто мыслить и все. Поскольку мы привыкли уже это делать и научились. Мы, философы, особенно мы любим это делать. Мы уже мир забросили. И вот мы занимаемся только мышлением. Но на самом деле изначальное мышление вот здесь находится. Внутри мира. В виде смысла. И мир построен таким образом, как некая система знаков, которая имеет значение. Теперь посмотрим, что такое на самом деле логика. Вообще изначально в греческой философии слово логика произошло слово логос. Логос, как известно, всем означает смысл. С одной стороны слово, а с другой стороны смысл. То есть логика исключительно связана с языком. И вот тут возникает интересная вещь. Все классические философы пытались ввести всю философию к некой логике. Они там строили систему понятий. На проугигеля особенно это заметно. У него наука логики является сердцевиной мира. Это абсолютная идея, которая пронизывает весь мир. И встречается везде. Это нечто. Это и есть сама истина. Все сводится к логике. Но если вдуматься, то ведь кто тут мыслит? Вот мы переходим на мое представление. Что мир есть мир знаков, который имеет значение. И тогда понимаем, на самом деле, что логика это нечто счастное. Почему счастное? Даже Гегель на самом деле понимал, что нельзя брать понятия изолированные. Что понятие изолировано может значить что угодно. Понятия всегда надо брать как систему понятия. Любая нормальная, с точки зрения Гегеля, философия должна быть некой системой. Настроить должна система философии. И только в этом отношении понятия приплетают некую строгость. И вроде как они представляют собой ту систему, с позиции которой можно весь мир понять. Но если вдуматься на самом деле, зачем нам придумывать какую-то формальную систему типа науки логики, если у нас есть язык? И язык собой представляет определенную роду систему, в которой уже заложены все возможности логические. Во всех этих связках, в синтезе, везде заложена возможность. Достаточно просто рассматривать язык и брать эту систему как язык. Не нужно сразу пробиваться к логике. Ведь почему Гегель сразу через язык, он говорит, язык есть в себе всеобщее. Почему он сразу покидает пределы языка и переходит в логику? Это же любопытно. А потому что у него есть тотальность мышления, ему нужно ее оправдать. Потому что сам по себе язык это тоже нечто для него чувственное. Нечто такое как бы пребывающее, нечто как бы уничтоженное. Ему нужно вот всеобщество учить. И поэтому в языке он видит только логику. Он логику оттуда вынимает и говорит, что логика это и есть все. То есть получается у нас есть мышление, а от языка что остается? Только логика. Еще раз говорю, что логос это как бы нечто показывающее на язык. Реально если мы понимаем, что такое логика, то логика это не что такое, не что иное, как язык. Но если мы возвращаем первоначальное рассмотрение, как оно было в античности, когда все не является тотальностью мышления. Когда есть все-таки, как бы существенно присутствует поток чувственных. Ее присутствует не просто как какая-то частность, которую нужно быстро преодолеть и достигнуть тотальности. А как существенная единица, как очень важная составляющая. То тогда получается, что пробивается не к логике, а остаются языки. Почему? Потому что язык правильно отражает положение дела. Потому что, с одной стороны, он покоится на чем-то, что является знаком. Наш же мир, как я говорил, представляет собой как бы вот такой двухслойный пирог. Двухслойный пирог представляет. Ну вот как знак разваливается. Вот двухслойный пирог. Первый и второй. Это потусторонний. А это вот как бы то, что мы видим, очевидно. Это тело как бы знака. Это тело знака, а это его смысл. И значение. Вот у нас так и разваливается весь мир на две таких системы. Первая система, которая нам очевидна, которая нам явна. А вторая система, то, что подразумевается как бы вот это потустороннее. То те смыслы, которые мы имеем в виду, когда в этом потустороннем движемся. Вот движение, которое здесь происходит, реальное движение, оно отображается в движении, которое здесь происходит, смысловом движении. Есть некое соответствие между этим. Мы говорим, мы, допустим, это видим здесь какое-то движение, но понимаем движение, которое нам дано в плане смысла. То есть мышление. Любое движение здесь мы понимаем как движение в плане смысла. Потому что нам важно именно смысл ухватить. Почему это нам важно? Ну, как бы это понятно, потому что мы хотим быть в сфере свободы. Потому что здесь движение нас закабаляет, а здесь движение позволяет нам, на самом деле, к этому относиться свободно. Ну, это уже как бы отдельный разговор. Я сейчас как бы не хочу его начинать. Что я хотел сказать? Язык ведь точно так же устроен. У языка есть передний план, который представляет собой слова, его тело, которое высказывается или которое записывается. И второй план, смысл. Это вот язык. Тоже тело языка. И смысл. Тоже двухсторонний план. И поэтому язык-то на самом деле правильно отражает, как оно присутствует. Мы на самом деле, язык в буквальном смысле дублируем не только мышление, что как бы было бы односторонностью, оно дублирует саму раздвоенность. Реальность раздвоена на то, что мы видим и то, что мы понимаем, на смысл, который по ту сторону видимого, да? И язык точно так же. Есть слова, а есть смысл этих слов. Мы говорим словами, мы доносим друг другу некие звуки, или там на письме доносим некие знаки. Но на самом деле мы всегда подразумеваем задний план. И вот это вот соответствие языка, реальности, оно является более правильным, чем соответствие какого-то там мышления, которое представляет собой логику, что самое интересное, реальности. Мы всегда рассуждаем как-то неправильно. Есть какая-то логика, логика какая-то, да? Которая является системой понятий, и которую надо связать с какой-то там реальностью. И возникает проблема, как это сделать, дедукция категорий, и куча-куча-куча всего целые там тома написаны, каким образом логика вообще нанизывается на мир. А что тут нанизывать? Вот он язык. И уже все понятно. То есть мир разный, итальянцы и русского в мире разные. Да, и это тоже, в частности, это уже прошла частность, действительно так. Действительно. Принципиально разные. И я более того скажу, что у японца разные. Это вот, у японца разные, от языка зависит. Это то же самое. Ну ладно, хорошо. То же самое. Ну да. Ты правильно сказал, смысл тот же самый. Да, таким образом язык дом бытия, блин. Да. Я до сюда дошел, да. Падал, 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 довалился до этого. В общем, на самом деле, если честно, я впал в какую-то культурологию. Пора. Физики с математикой нет нифига. Нет, они есть. Нет, нет, нет. Подожди, подожди, подожди. Есть ли языкознание. Еще раз говорю, есть. Они тоже есть. Но в физике и математике язык представляется в формальной системе. Ведь есть у формальной системы, опять же, двойная позиция, что есть сама формальная система, как она записана в виде знаков, и смысл этой формальной системы. Вообще можно показать, на самом деле, что из-за того, что формальная система разбивается на то, что записывается в виде знаков, и на то, что является ее смыслом, из-за того, что вот эта двоица есть, возникают парадоксы, не парадоксы эти, проблемы этого Гёделя. Ну, это как бы долго показывать, наверное, сейчас я не буду. Ну, просто можно показать, почему именно из-за такой структуры нашего языка, из-за такой структуры формальной систем возникает парадокс. Ну, там просто связано из-за рекурсии. Если вдруг возникает такое высказание, которое связывает эти две сферы, то есть, которые являются... У тебя любая формальная система, она у тебя будет строиться над конкретным языком. Да. Вот, опять же. Ты правильно, это я хотел тоже добавить. Да, ну тогда, опять же, ты объясни, почему формальная система, которая будет постороненна над японским, будет то же самое, что у Мумба-Юмба в Африке. Потому что всё-таки, то, что мы называем... То есть, всё-таки, всё-таки она существует? Да, это существует. Другое дело, что нельзя к нему к нему сводить. То есть, если она в определённой форме всеобщности, она как бы существует... Да, она всё существует, конечно. То есть, раз она существует самостоятельно от японского и русского, и итальянского, то тогда можно понять, что та логика есть поистине, а эта есть её случайная чувственная реализация. Вот. И в этом и состоит, я считаю, то, что ты высказал, состоит, я считаю, как бы, ну, не ошибка классической философии, а недосмотр. Вывод неправильный. Вывод неправильный. Вывод неправильный. Получается не язык – дом бытия, а математика – дом бытия. Математика – дом бытия. Нет. Или логика, ты бы хотел сказать. Да, это то же самое. Нет, но на самом деле не так. Дело все в том, что вот эта логика существует только благодаря тому, что существует план чувственный, или план в языке, план передний, то, что называется знаками. Как формальную систему выразить? Ты не можешь смысл удержать. Тебе надо обязательно что-то записать. Даже если ты понимаешь формальную систему, внутри себя, внутри своей головы, можешь удерживать логику чистую, то на самом деле все равно, всякий раз, когда ты ее будешь либо транслировать, либо как бы пытаться двигаться в этой логике, тебе придется всегда обращаться к переднему плану. К плану тому, что можно было обобщенно назвать планом языковым. То есть язык на самом деле является существенной структурой. И нельзя его элиминировать от логики просто потому, что он всегда присутствует. Если есть нечто, что всегда присутствует, нельзя считать, что оно ничтожено. Если есть всегда чувство, почему нельзя считать, что оно ничтожено. Надо все-таки понять, почему мир так устроен. Так вот, я хотел, почему про логику так хотел сказать? Дело в том, что мы говорим знаками, а понимаем друг друга смыслами. Мы-то обмениваемся знаками, но в некотором смысле самое главное движение, которое совершаем, оно и есть движение смыслов. Именно поэтому мы говорим, что логика главная. Но, если мы так говорим, то должны понимать с другой стороны, что другого способа существования этой логики, как в некой языковой среде, нет. Да ее как раз нету как другого способа. Логики-то сама по себе, она только мыслимая, она в заднем плане. Как у него существование, у кого нету, но оно над ним существует таким способом, что она равнодушна к частному или к особенному, которому она воплощена. Нет. Она к ним равнодушна. Математика, на японском, она к ним равнодушна. Нет. Сейчас я это как бы поспешил сказать нет. Ты все правильно говоришь. Действительно. Логика, она и есть всеобщая. Именно поэтому она и является всеобщей для японцев, итальянцев, мамбо-юмбо и так далее. Хотя есть здесь вариации, конечно. Да, у бушлена есть такая же. Правильно, я согласен, да. Но тем не менее, кроме всеобщей логики, есть еще всеобщность восприятия. И это всеобщая восприятие, как я говорил, не свойство к всеобщей логики. А что такое всеобщая восприятие? Которая связана с тем, что сознание сохраняет себя и транслирует свое сохранение в мир. Все заражается этим тоже. То есть это всеобщая рефлексия? Нет, не рефлексия. Почему есть рефлексия вообще? Я хотел сказать, что есть логика, а есть как бы мир реальный, многообразный мир вещей. И этот мир вещей, он больше содержательнее, чем любая логика. То он содержательнее, но насколько логика равнодушна к его многообразным? Так дело не в этом. А каким образом бы, вот подумай, могла бы развиваться наука, если бы все было логикой? Мы могли бы прийти однажды, как вот считал Гегель, это его проект в чем состоит, добиться логики, изложить ее во всех пунктах, как формальную систему, и сказать, что мы достигли истины. Ребята, что вы там в частных науках занимаетесь ерундой? Вот она истина есть, и больше ничего не надо. Вот априорная вечная истина в виде науки и логики, изложенной. Что вы, ребята, там в частных науках возитесь? Но тем не менее, почему-то мы возимся, а почему? А потому что вот эта вторая часть, которая ты сказал, ничтожна. Она не ничтожна. Мы оттуда добываем в логику. Каждый раз содержание-то отсюда мы берем. Это же тебе не удивительно? Хорошо, так и содержание-то я... Дело же состоит не в том, что логики здесь не до конца сделано. Логика всегда останется то же самое. Так у тебя есть язык, он точно так же. Язык тоже, ты всегда берешь новую содержательность. Правильно. Язык как раз вот эти две сферы содержит новые знаки. Возникают новые смыслы, новые отношения. Откуда они берутся? Язык копирует реальность в буквальном смысле. Два плана реальности, передний план знаков и задний план смысла, точно так же копированы языке. Как раз язык правильно отражает реальность. Хорошо, если не логика-то, да? Физика у Бушмена и русского одна и та же. Что сказать, что физика, не физика. Все это некая всеобщность. Но всеобщность, она сама по себе, я имею в виду понятийная всеобщность. Которая в мышлении не содержится. Но она недостаточна. Я тебе хочу сказать, что даже по поводу частных наук, любые частные науки к языку... Язык достаточно. К языку, на котором они рассказывают. Они точно так же равнодушны. Логика, что язык недостаточна. Нет, подожди. Я хочу сказать, что есть логика. Вот смотрите, давайте как бы еще раз правильно распишем. Почему ты в язык ушел, когда и то, и то формальные системы, которые недостаточны для описания? Нет, давайте сначала распишем систему иерархии. Вот у нас наверху находится логика. Логика. Ниже спускаемся, находится язык. И ниже спускаемся, находится вот это вот. Чувственный мир. Так, а так называемые частные науки у нас где находятся? Так смотри. Сначала возьмем Гегеля. Гегель считал, что, конечно, язык важен, но суть вопросов содержится вот здесь. Вот здесь суть. Это Гегель. Гегель считал. Так. Частные науки твои. Да. Где находятся, действительно? Где? Если бы частные науки солидаризировались с Гегелем, то... Но они в языке, конечно. Нет, они в языке не могут находиться. Язык вообще это... Здесь вот сбоку, сбоку нужно общаться. Нет, подожди, объясняй, почему язык очень важен. Он совсем не важен. А? Очень важен. Язык единственный способ, каким мы на самом деле вот эти две сферы соединили. Ну, язык на самом деле... Вот, когда я говорю язык на самом деле, надо понимать, почему она разница. Потому что язык разваливается на два плана. План передний, да, знаков, знаков, и план задний, смыслов. Она задним планом смыслов. Смыслов. Она подключается к логике. То есть это фактически одно и то же. Задний пласт смыслов языка, и это и есть логика. Никакой другой логики-то нет. Как ты мне выразишь логику? Ты начнешь мне излагать логику, перейдешь в язык и начнешь говорить о том, что... Я вот говорю об этом, но подразумеваю некую логику. А язык, а передним планом знаков, оно впадает сюда. Содержание конкретных наук, оно зависит от языка, на котором исполняется. Не только не передний, а задний. Ну и неважно это какая. Я, честно говоря, об этом вопросе не думал. Но с другой стороны, допустим, применение математики к физике. Вот не применяли физику к математике, и как-то было все непонятно как. Начали применять, и это какое-то успешное движение физики появилось. Я думаю, что и существенно каким языком описывается частная наука. Ты помнишь, что это самый главный тезис? Что в науке ровно столько науки, сколько в ней математики. А математика это что такое? Это в каком-то смысле язык. Это логика зафиксированная в некотором языке. Да, но она равнодушна к своему носителю. Еще раз говорю, я согласен с тем, что вот этот носитель кажется неважным. На самом деле, это кажется так. А с физикой она неравнодушна разница? Нет, подожди. Еще раз говорю, я с тобой согласен. Мы с тобой разговариваем. Не важно, какими словами мы разговариваем. Мы разговариваем, батя не бывает. Нет, я понимаю. Но не важно, какими словами. Мы просто обмениваемся смыслами. Мы друг друга понимаем, и этого достаточно. Казалось бы. Но! Но! Я иногда задаю себе вопросы. У меня это в последнее время просто рефрен. Кто мыслит? Язык или я? Вот мне кажется, что мыслю я. Да, мне кажется, что когда я тебя пытаюсь смысл донести, это говорю я. А кто говорит? Может, это язык говорит? Конечно, осуществляя деятельность, конечно, я. Но в некотором смысле мыслит-то кто? Что я хочу сказать? Вот смотрите. Вот язык, некая структура. Структура вот какая-то там. В нем много что есть. Вот некая такая сетка. Да? Сетка такая. Я начинаю что-то говорить, вот здесь в этом точке. Это просто через 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 Когда я это сказал, уже вот эти возможности определились, нарисовались. Я не могу по-другому двинуться, кроме как двигаться в эту сторону. А когда я здесь, я вот двигаюсь в эту сторону, а когда я здесь и так далее. Это нормальная работа. И кто мыслит? Я или язык? Это нормальная работа. Вот об этом я и хотел сказать. Когда Хадегер говорит, что язык дом бытия, возможно, он имеет в виду, что язык мыслит. Помнишь, у меня такая работа есть? Мы еще и не мыслим. Так мы не мыслим не потому, что мы сидим дураками такими, долдунами, ничего не можем понять, а просто потому, что язык мыслит, а не мы. Потому что мы попадаем в сферу языка, и язык за нас все делает. Мы, конечно, даем языку язык. А с другой стороны, есть прям противоположная точка зрения, что художнику практически все равно, какими красками рисовать. Масляным или акварийным. Понимаешь, вот это классическая парадигма, где всегда есть что-то важное, а именно смысл. Все всегда проваливается в смысл. Вот ты постоянно пытаешься меня сейчас упрекнуть тем, на самом деле. Вот есть такая вот, я называю это, яму смысла называть. Вот есть передние знаки, я вижу знак, но всякий раз я живу, чтобы на самом деле знак воспринять, я всегда должен провалиться в смысл. То есть, допустим, ты мне что-то говоришь, если я просто начну в этой сфере застревать, то я просто буду слышать звуки и все, и стоять, опять же, как обалдую, ничего не понимать. Для того, чтобы понять, я всегда должен здесь совершить трансгрессию, да, хоп, туда и туда уйти. Вот здесь. И вот где-то здесь я всегда нахожусь. И когда я говорю тебе знаки, или ты мне знаки, мы обмениваемся с тобой знаками в языке, допустим. Мы говорим, 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 а на самом деле движемся где-то здесь. То есть, на самом деле, реально, физически мы обмениваемся знаками на физическом уровне, да? А движемся в сфере смысла. Конечно, конечно. И мы привыкаем, на самом деле, что нет никакой этой сферы, она ничтожна. Да. На самом деле, вот она, единственная сфера смысла. Да. Огромная тотальная сфера смысла. Да. И важно выделить из нее логику какую-нибудь там. Как формально, как некая формальная сфера. Или формально ее зафиксировать. Формальную структуру, как логику, как формальную структуру. Формальные системы нарисовать, математики, логики там, создать и так далее. Вот эта сфера знака вообще ничего не значит. Вот она здесь. У нас доступны только служебные функции. Да. Но реально, мы говорим, и опять же, я про Гёделя эту теорему не зря упомянул. На самом деле, теорема Гёделя как раз и завязана на том, что противоречие возникает тем, что есть способ, каким описывается система, и есть способ, каким она мыслится. Просто почему, ну эта тема сложная, конечно, зря я ее начал, потому что это надо специально обдумывать. Не-не-не, все хорошо, именно так и да. Почему, как бы, возникает проблема, вот возьмем это теорема Гёделя, почему возникает проблема? Вот смотрите, как бы всю математику, сейчас придется про теорему Гёделя рассказывать, да. Всю математику мы, это, благодаря программе Гильберта свели, как бы, к арифметике. А, может, тоже. Может, это бы не снег. Я не буду много рассказывать, я просто поясню, как бы... У Гильберта такая задача была. Ну, нет, все, потом реально все свели. Ну, как бы, свели, нет. Вот и дело, показали, что она не сведена. Нет, вот, смотри, всю... Нет, 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 это называлась программа Гильберта, арифметизация математики. Она шла еще с Декадой, грубо говоря. Свели к арифметике всю математику. Вот математика, такая огромная, там, всякая. Ее не свели, ее пытались. А, еще раз, я неправильно говорю, что свели. Свели, в смысле, хотели обосновать ее непротиворечивость. Да. И свели, конечно, не в том смысле, что все в содержании математики, взяли, стискли в арифметику. Нет. Свели, что проблему непротиворечивости, свели... Проблемы непротиворечивости только арифметики. То есть, каким способом? Путем арифметизации всей математики доказали, что есть ли арифметика... Все формулы, короче, математики, определенным образом, есть такая процедура арифметизации. Все формулы свели к формулу арифметики. И тем самым доказали, что если формула арифметики... То есть, если арифметика, да, не противоречила, то не противоречила вся математика. То есть, потому что все может свести к формулу арифметики. То есть, это и называлось арифметизацией математики. И вот получилось так, что теперь у нас есть арифметика. Дальше сводить некуда, это предельный случай. Каким образом можно было бы доказать ее непротиворечивость? Для того, чтобы доказать ее непротиворечивость, нужно внутрь арифметики инкорпорировать логику. Логику, которая доказывала бы, что внутри самой арифметики, доказывала бы, что она непротиворечива. Именно чтобы внутри ее свести дальше-то нельзя. Мы достигли некого предельного случая. Так вот, для того, чтобы эту логику, обоснование в нее не ввести, И получается, что возникнут формулы, которые будут говорить о... Внутри арифметики возникнет некий слой, мета-слой, который будет говорить о том, является ли я арифметикой непротиворечивой или нет. И вот проблема будет состоять... Как Гёдер доказал свою теорему? Он показал, что можно придумать такую формулу, которая на самом деле будет, как парадокс лжеца. Она будет говорить о самой себе. Как я, типа, ну, по смыслу будет такой же, что я лгу. Да, гуя как бы противоречит. Ну, правда, всеобщности, например. Может ли там, например, самый сильный, как бы, Бог, который всё может, создать камень, который не может поднять. Ну, то же самое, да. Ну, как бы там, да, всякие такого... Как они? Никусилами, по-моему, называются такие высказы. Никусилами называются, по-моему, такие высказы. Ну... Поэтому, смотрите, если арифметика доказывается, что арифметика не противоречива, да, если она доказывается, что она не противоречива, тогда формула, которая говорит об этой непротиворечивости... Там любой формальный язык вообще доказывается, на самом деле. Она, а? Любой формальный язык берётся. Не любой формальный язык, а именно только такой язык, который имеет рекурсив. Общая формулировка проблем состоит в том, что если есть рекурсивные высказывания, то их можно всегда подаваться... Поскольку речь, ведь, идёт, на самом деле, об обосновании непротиворечивости, поэтому нужно записать все возможные формулы, как и у арифметики возможны. То есть любая формула, которая записывается на языке арифметики, считается принадлежащей арифметике, да, и надо обосновать, что при записи всех этих формул, как бы, да, можно... Отобрать, не по некому критерию, формулу, которую нужно отбросить, как бы, и оставить некие формулы, которые будут непротиворечивы. Так вот, когда мы будем использовать этот критерий... Ладно, давайте, как бы, сейчас я просто, честно говоря, не готов, я просто как-то обдумывал, это сейчас... Надо специально, как бы, подготовиться под теоремы Гёдели. И пока я скажу, как бы, некую интуицию, которая состоит в том, что отбрасывание вот этого переднего слоя, а именно уровня знаков, да, вот в двухсложной структуре, она есть, на самом деле, как бы, неправильная редукция. Почему? Потому что любая система, она всегда обязательно двухуровневая. Она всегда требует второго уровня. То есть, есть вот уровень, как бы, ну, есть уровень системы, а есть уровень метасистемы, да, там. Как бы, вот, если в нашем случае есть уровень знаков, есть уровень смысла. То есть, всегда должно быть два, двухуровневая. Если все... и всякое такое двухуровневое, поскольку эти уровни друг к другу несводимы, не может быть сведена к одному. Нельзя, на самом деле, вот такой пирог двухслойный, да, в котором есть знаки и значения. Вот, точнее, поле знаков и поле значений, которые, как вот, я показывал, как вот, двухслойный пирог, да, нельзя его свести к одному полю, только к мышлению, только к значению. Так не удастся. Потому что они, в принципе, как бы, несоизмеримые поля. Ну, а в каком смысле несоизмеримые? А только в смысле шума? Ну, нет, в смысле... Только в смысле шума? Нет, в смысле того, что... Есть неопределяемое нечто. Ну, есть, и что? Ну, собственно, поэтому оно и не полно, понимаете? Именно поэтому какая-либо система не полна. Именно в этом смысле, понимаешь? Гёдре об этом говорит. Ну, нет, речь идёт не о Гёдре. Просто, казалось бы, вот шеновское понятие информации. Мы чем-то обмениваемся, например, красным флажком мне в окошко посделали, и я это знаю, что я должен уничтожить мир после этого. Я уничтожаю мир. А зелёным окошком мне сделали, я должен пойти и попить чаю. Что мне там, чай не пить или не руку? Ты же должен знать, что значит, красный флажок. Да, ты должен знать. У тебя очень просто, у тебя очень сложные действия, то есть смысловые на языке бывают. Знаешь, это всё то же самое. Современно. И куцый, 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 вот этот смысл знаков. Какой здесь смысл знаков, вот этот флажок, зелёный и красный. По одному, которому я уничтожаю мир, а по которому я чай пью. По нему. Он здесь как? Он выступает в качестве чего-то служебного и случайного? Конечно, в качестве служебного и случайного. То есть, чего-то случайного. То есть, вы не поняли всё-таки, да? И поэтому японский язык, он тоже выступает для физики, математики и социологии в качестве чего-то случайного, как и русский. Ну, то есть, как бы я доклад сделал, но толку от этого было мало. Да, это не совсем так. Ничего не осталось. Да, так это ничего не осталось. Да, ничего осталось, всё осталось непонятно. Потому что суть вопроса, на самом деле, самая сложная, что... Я как бы... Знаешь, на самом деле, была, ты говоришь, на самом деле, о том, если мы в этом смысле солидарим, в том, что не только там русский от японского отличный. Нет, нет, вы не поняли. Давай, ещё раз, давайте как бы пока оставим отличный язык. Вы не поняли, о чём это происходит. Это пример. Давайте, как бы, может быть... Он хочет сказать, поцепляешься. Давайте, чтобы не запутаться, я поясню, в чём как бы суть состоит. Чтобы не запутаться. Я хочу сказать, что не всё сводится к мышлению. Есть некие вещи, если говорить уже языком, как бы, ближе к философскому, нередуцированных мышлений, в принципе, никак. И они не просто какие-то случайности, как ты говоришь, языковые какие-то варианты, а сущность самого дела. Почему? Иначе бы науку была бы невозможна. Потому что наука черпает своё содержание именно вот из этого, из чувственности, понимаешь, из созерцания и так далее. Из опыта, если бы лучше говорить. Правильно, из опыта. Я ведь говорил про язык, что язык только дублирует. Сам язык, конечно, ничего не даёт. Язык – это некий способ, каким мы к реальности подносимся. Ведь смысл того, что я говорил, состоит в том, что надо не логикой заниматься, а языком. Надо не логику из языка выщелинять, а вот язык... А у меня смысл прямо... Послушай, послушай. Чтобы языком вообще не надо заниматься. Ну правильно, а надо заниматься логикой. Да, заниматься надо логикой, конкретными науками. Так вот, вопрос-то состоит в том, что логики ты, конечно, можешь заниматься. Еще немножко философией даже я бы ответил. В логике ты, конечно, заниматься можешь, и в этом ничего плохого нет. Только вопрос состоит в том, что логика, она все равно будет недостаточной без языка. Потому что все, что ты логическое намыслишь, все, что ты будешь подразумевать в виде логических кодов, нужно будет зафиксировать в каком-то языке естественно. Да я его сколько угодно, но... Это естественность языка является метатеорией по отношению к твоей логике. Сейчас я объясню почему, почему она является метауровнем. Вот ты излагаешь какую-то систему, например, формальную систему, логическую, строгую. У тебя есть метауровень. Этот метауровень какой? Это уровень языка естественного. Нет, наоборот. Послушайте меня внимательно. Я не говорю о логической... Моя теория мета системы. Я понимаю, пока меня послушать сначала. Я говорю не о метатеории, конечно, в логическом смысле. Потому что для логики есть еще логическая мета-теория. Это теория и мета-теория логическая. Я имею в виду мета-теория в том смысле, на самом деле, что любая логика понимается только с позиции естественного языка. Она излагается и понимается. То есть вот есть некая формальная система. Формальная система. Она как-то там изложена в значках. В значках. Но вход в эту формальную систему, вход в нее сделан с позиции естественного языка. Показано. С позиции естественного языка. а тебе говорят, как надо войти в эту систему, и что там понимать. Всегда с позиции естественного языка. То есть, естественный язык, вообще существенная характеристика, существенная принадлежность в изложении любой системы. Любой формальной системы. Формальная система, в принципе, нуждается в естественном языке, чтобы вообще существовать. Иначе говоря, мы, получается, что сделали? Из языка выдули вот такую формальную систему, просто что-то. Кто-то что-то понял, он выдул из нее, как бы ее обособил от языка, и говорит, что, ребята, вот я тут что-то придумал, можете войти и посмотреть. И все через естественный язык туда входят и смотрят, что там такое сделано. Вот что такое формальная система на деле. То есть, по-твоему, язык неформальный. Нет, а я хотел сказать, а на самом деле то, что мы понимаем, оно в языке содержится. А язык, он копирует, отражает реальность в том смысле, что он устроен точно так же, как и реальность. Он в двухсловии. Когда я говорил о мышлении, я ведь имел в виду не просто, что мышление человека. Я имею в виду сама реальность устроена, как реальность, в которой есть знаки, которые вот, они вот, буквально в смысле, вот они, материальные, да? Они, вот, есть вторичные знаки уже, которые уже в виде нарисованных, в виде значков. Вот первоначальные, вот они как вещи, как материальные. Вещи нам что-то говорят. Да, и животные бегают, там, гром, гроза, там, и так далее. Что-то совершается. Все эти вещи, все эти знаки. А что-то говорят? В них инкорпорировано, как бы, потусторонне, мы уже видим смысл. Это смысл мысли. Так вот, язык наш, на самом деле, он устроен, как сама реальность. Он есть в каком-то смысле отражение этой реальности, но в другой структуре. Реальность двухслойна, имеет передний план, вечный план, и задний план, потусторонний, в виде смыслов и значений. И язык также устроен. Так вот, язык, он потому настолько эффективен, что он может в себя вобрать саму реальность. Вобрать в том смысле, что его структура такая же, как структура реальности. И поэтому язык, на самом деле, позволяет нам мысли. И позволяет нам указывать также на то, как может двигаться смысл. Мы движемся в языке, что-то там, например, как в математике, какие-то формулы пишем. Выписываем формулы. А на самом деле движемся в сфере смысла. То есть, пишем-то формулы, а движемся в смысле. Так вот, вот это движение в смысле. Я правильно тебя понимаю, что ты хочешь уйти в язык, чтобы вот эту вот проблему геодолевскую убрать? Нет. Нет? Проблема геодолевская, это самое-то интересное, что, ну, если честно, я просто... Из логики уходя в язык, ты хочешь, чтобы выйти на этот уровень, как бы? Я сейчас просто, если честно говоря, про теремы геодолев говорить не готов. Ну, ладно, не про геодолев. Не потому, что я не знаю, что говорить, а потому, что я не подумал просто. Я сейчас буду придумывать на ходу что-то. А зачем придумывать на ходу, если я не готов реально пока сейчас? Я, на самом деле, когда говорил, просто вдруг подумал о том, что как-то тут теремы геодолев применяется. Поэтому на ходу не могу придумать как. Как-то, мне кажется, поскольку не применяется. Не применяется. Ну, может, не применяется. На самом деле, тоже вот возможно, что не применяется. Давайте просто по сути вопросов без геодоля. Пока геодолев я не знаю, так это или не так. А по сути, оно состоит, что язык выступает в качестве несубстарата, что-то... Подожди, а что язык-то? Я тебе про чувства говорил. Язык это просто вторичное. Ну. Язык это такая структура, которая подобна структуре мира, которая состоит из двух слоев. Из слоя вечности, из слоя смысла. А по поводу чувства этих вещей, там вообще все интересно становится. Откуда содержательность всех наук? Содержательность наук из опыта же. Да, вот интересно, а как мы конкретное можем вообще? Ты все время говоришь об всеобщем, а как мы можем мыслить конкретное? Конкретное. Вещи-то и есть конкретное. Да как она? Нифига. Ну, понимаешь, вот хороший... Принтер всегда принтер. Смотри, хороший ответ состоит в том, на самом деле... Принтер всегда принтер. Хороший ответ состоит в том, что у Гегеля есть противоположность между всеобщим... Да, и конкретным. И не конкретным только, не конкретным, а единичным. Единичным. Вот эта противоположность неверная. Просто неверная. Она в языке-то верная. Мы применяем ее верную. А в логике, а почему? А какая настоящая? Подожди, а потому что всеобщность разная. А единичность всегда одна. Объясняю. Если всеобщность, есть всеобщность понятий, тогда единичность что такое? Единичность, тогда то, что подводится, вот есть единичные, и они охватываются каким-то одним понятием. Это всеобщность понятия. Принтер, то есть. Ну, вот. Нет, печатающие устройства. Печатающие устройства. Или там, животное, там, кошка, собака и так далее. Вот это единичность, как противоположность всеобщей. Кошки и собаки, они тоже получаются всеобщими понятиями. Ну, Игорь, иначе я же тебе еще раз говорю, мы сейчас движемся в языке, я тебе не могу кошку и собаку поднять и сказать, вот это кошка и собака, а потом ощертить вот так. Вот это было бы интересно. Я понимаю, поэтому ты понимаешь, все-таки пытайся сверить смысл, понимать, что я говорю. Ты же человек, а не машина. Нет, хорошо, просто можно сказать так, есть жгу… Ребята, смысл состоит в том, а всеобщность consensus. Какая единичность противоположится тождеству сознания? Да никакая это не противоположح, мы вообще не знаем никакого противопоставления. Здесь есть Тождество сознания, все вещи заражаются этим Тождеством. Никакой единичести здесь нет, здесь вообще не о чем говорить. Теперь, всеобщесть понятая в смысле рода и вида. Сейчас вообще, кстати, ничего не видно уже стало. Всеобщесть понятая в смысле рода и вида. Какая противоположность? Единичество. Понятно какая, да? Потому что род, опять же, как в смысле понятия. Род. Его содержат внутри себя индивидов. Например, род кошачек содержит много разных кошаков. Род собачек, это собак и так далее. Собаков. Собаков. И есть еще всеобщесть, связанная с социальным. Да, как я говорил. Какая там единичность? Никакой. Что такое социальный, что такое эгрегор? Что противоположное эгрегору, как выразителю всеобщности социальных? Да ничего не противоположного. Там нет никакой противоположности, единичества. Поэтому, когда говорят, что всякая всеобщесть противоположна, единичество. Они забывают, на самом деле, о чем. Сама противоположность касается только понятия и рода видового. Потому что род и вид, это тоже есть в некотором смысле живые понятия. То есть касается только понятия. Вот и все. Вот и весь ответ. Поэтому, когда ты говоришь, что такое единичество, надо сначала понять, что такое всеобщество, потому что это соотносительный понятие. Так вот, это на самом деле то, что я говорю, это и есть, как я люблю говорить, внешняя критика того, чем занимается Гиги. И в каком-то смысле тут видно переход именно к Хадигеру. Потому что не только к Хадигеру, все кто занимается языком. Потому что это правильный переход. Потому что когда сферу логики оставляет и переходит к работе с языком, это и есть правильный переход. Это правильный переход в смысле развития. Почему? Потому что все равно, как говорит Гигель, ведь что? И Гигель же все равно хотел, он говорит, что единичное понятие ничего не значит. А всегда он говорит, что есть система понятия. Система. Логическая система понятий. Вот система, сетка понятий. Всегда. Но я что говорю? Я же не отрицаю, что она есть. Я просто говорю, что она сама по себе, это не есть все. А на самом деле есть еще передний план. Знаки. Вот этот вот передний план знаков, он точно так же важен. Потому что задний план не существует без переднего. И мне кажется, трагедия гигельской философии в том и состоит. Что Гигель сюда пробился и тотальность вот этого в виде понятия зафиксировал. Но чтобы ее транслировать другим, вот этот передний план, он как бы, он просто считал, что это несущественное. Как бы там… Из того, что мы через передний план не можем понять, что он там сзади сказал. Мы не можем понять, что это состоит спекулятивная логика. Вообще, я разбираюсь с философией Гигель и понять ничего не можем. Ну или вообще с любой философией. Потому что вот на самом деле вот этот передний план столь же важен. И counter. Потому что задний план существует только благодаря… То есть план смысла существует только благодаря тому, что в переднем плане. Работа осуществляется некая. А передний план, что такое язык? Он же нечто живое. Люди меняются, меняется язык, меняются понятия, то есть меняются слова. Меняется их смысл. Много что меняется. То есть фактически, на самом деле, вот эта живая система, она существует. Она постоянно изменяется во времени. И поэтому чем дальше… Тем чем дальше мы отходим от Гигель, тем меньше нам шансов его понять. Что же он там такое сказал? То есть, тут интересная вещь. Получается, тут некие строгие замышления, состоящие в том, что нам кажется, что смысл – это они вечные, что они существуют где-то там, и как бы, ну, они не подвержены изменению такому. Ну, конечно, потому что смысл, идея, понятия, они еще что-то такое, что не приходит. А приходит что такое? Ну, слова, может быть, тоже особо не приходят. Ну, меняется тоже, но не в таком смысле. Но это про чувства вообще приходит. Все постоянно приходящее. Вещи уничтожаются, возникают и так далее. Люди умирают. Это рождается. То есть, там постоянно идет смена и изменения. А задний план как бы стоит. Но, тем не менее, поскольку они связаны, то получается так, что благодаря тому, что задний план… Передний план меняется постоянно, да? Созерцание, чувство и представление. Задний план-то тоже меняется. Меняется в каком смысле? Что мы через передний план задним планом пробиться не можем? Вот такое как бы это. То есть, они взаимосвязаны. Вот есть некая такая игра, да? Такая интерактивная игра между передним и задним планом. Вот у меня сейчас примерно такое понимание, да? Как бы разницы между мышлением и чувством, да? Иначе говоря, я как бы резюмирую просто свой доклад. Что классический философ, типа Канта и Гегеля, сводили различия того, что я говорю. Это переднего плана, то, что мы видим, вечного мира, и заднего плана смысла. Редуцировали, благодаря вот Копернянскому перевороту философии Кантов, к двум способностям субъекта, да? Вот у нас был двухслойный пирог в виде мира, да? И так понимали это древние, да? Древние всегда так рассуждали. Есть вот передний план знаков, задний план смысла. И они редуцировали его в силу этого переворота. Двум способностям субъекта, да? Способностям чувства и способностям мышления. Вот, вот это произошло разделение, и все. И мы потеряли, как бы, на самом деле, изначально правильное расположение в своем бытии. А отсюда легко было до логицизма добраться, да? Поскольку чувства сами изменяются, они нечто ничтожное, вот он тогда, вот он центр, да? Все надо свести к мышлению, так вот, и к то, что называем логицизм, да? Мы сводим все к мышлению, к логике. И у нас вместо мира, который должен представить свою гармонию между тем, что мы видим, созерцаем, и между тем, что мы мыслим, да? Вот некое двухслойное пирог. У нас возникает просто некая мертвая логика, которая еще, благодаря Гегелю, еще не просто мертвая, она еще названа Богом, там и прочее. Вот таким образом произошло дело. Ну, это как бы предварительный набросок. Я как бы сейчас об этом обдумываю. Вот, в некотором смысле, это какие-то предварительные итоги того, что можно было бы назвать итогом развлечения сознания мышлений, да? Вот конкретный итог того, что такое значит различить сознание и мышление. А вот когда мы его различили, вот получается вот такое представление. Понятно, что каждый человек по-своему воспринимает… О чем хочется сказать? Что такое, по большому счету, сознание? Почему представление сознания всегда сопровождает все наши действия? Потому что сознание, в первую очередь, это то, что у нас открывается перед нами в рефлексии. Сознание, безусловно, и однозначно связано только с мышлением и только с мышлением. Насколько в рефлексии есть одно, проявляется только в мышлении. Когда мы нечто видим, мы рефлектируем, сознаем себя, что я присутствую при этом видении. Это и есть рефлексия. Поэтому любое наше представление, любое наше мысль, такое мысленное усилие сопровождает любое наше понимание мира и восприятие мира, чего-либо еще. Поэтому представление и мысль присоединяются ко всему, чему попало. Она всюду и всегда. Именно об этом можно и говорить как об тотальности мышления. И именно об этом можно говорить о тождестве. Как о тождестве бытия. То есть, как он скажет, что вижу и это понимаю или мыслю одно и то же? Но это не совсем одно и то же. Одновременно происходит? Это одновременно, да. То есть нельзя просто видеть без мышления? Да. Нельзя видеть без мышления. Хотя бы потому, что мы, в отличие от кошечек, собачек, обезьянок и просто кошаков, так сказать, собаков, всех прочих и черепашек, мы, тем не менее, всегда рефлексируем. Это ничего не говорит, от того, что ты видишь и сразу же мыслишь, это не значит, что у тебя между ними нет этой самой зазоны. Да. То есть ты часто мыслишь и видишь одновременно, но ты это уже до того связал эти вещи. Тут важно просто понимать, что такое бытия. Мы же как раз и говорим о том, что вот эта вот связь, у тебя получается вот эта вот задняя, передняя, это точка одна. Ну, потому что она не важна. А мы говорим, что это одразная вещь. А мне просто не важна его структура. В том-то и дело, что вот эта вот часть, она меняется. Да она может сколько угодно. Если она меняется, у тебя получается... Как же наука у тебя возможна? Наука у тебя точка была. Наука же из переднего плана переходит в задний. Из опыта. Причем тут задний и передний. Так а же вам о философии говорим. Ты говоришь сразу о точке, да? Точка – это вот общее этих двух планов. Да все равно. То есть, если у тебя передний план ушел, то ты остался в заднем плане. Да, в заднем плане. На переднем плане. На переднем, на переднем ты поменялся. Блядь, я еще раз повторяю. В чем говорят, когда говорят о тождестве бытия и мышления? Они состоятся в очень простой ситуации. Любой может поставить этот простейший мысленный эксперимент. Представим сама себе что перед нам некий предмет уступает в качестве непосредственного предмета. Тогда что? Как, могу ли я отличать себя от сознания? Сознание может ли себя отличать от предмета? Нет! Не в смысле какой то определенности. Она отличить себя от сознания не может. Ну что она может сказать противоположность предмета? Только то, что оно само есть. Тогда мы говорим, предмет есть. Бытие предмета и существования предмета – это и способ присутствия сознания в любом нашем акте восприятия. Будь то в чувствительные, быть то в расуждении или что-либо еще. Это как бы является важным результатом, поэтому мышление всегда тож здесь на бытие. Только сам факт чувства, ты не говоришь о языке. Я в языке вообще не говорю. Ну правильно. То есть ты просто здесь констатируешь факт язык и факт чувства. Если Игорь, если честно, просто констатирует стандартное классическое философское. Да, что бытие тож здесь на мышлении, я говорю. Игорь просто пытается транслировать то, что в классике говорится. Так это мертвая вещь. Это просто... Как отсюда развить это? Это живее всех живых. Как отсюда развить это получить? Ну констатирую, что ты факт и все. А дальше-то что? Ты этот факт законстатировал. Дальше-то что из этого? Как развить это из этого получить? То есть ты, грубо говоря, стал принтером, стал и ты факт зафиксировал. А дальше-то что? Я не принтером стал. Я стал бытиеем принтера. Более... Потому что бытие принтера, это уже не факт восприятия. Это уже факт мышления. Ну так я же тебе говорю, что бытие... Подожди, ты когда смотришь на принтер, ты становишься принтером или его бытием? Я являюсь основанием его бытия, да. Бытие – это ждественное мышление. Хорошо, отвлеки, что это принтер, просто вот нечто. Представь себе это стол, ты будешь смеяться, но и опять же в основании его бытия. Ну и правильно, ты будешь его использовать как стол, но он не стол. Это не важно, как его бытие. Он говорит о том, что нельзя увидеть с ним по мыслим. Игорь, подожди, интересная мысль, как раз посыл, это больше всего интересная. Ты хочешь сказать, чье это сознание является основанием бытия любого предмета. Бытия, да. А я говорю что не только основанием бытия, но и основанием того, что он является вещью, то есть основанием тождественности. Вот о чем-то я говорю. Гегель считает, что всякая всеобщность принадлежит только мышлению. И он считает что, если всеобщность проявляется та же, как и чувственная, то это означает, что мышление вступило в свои права. И ты вместе с ним пытаешься это повторять А я же объяснял, что всеобщность чувственной не является всеобщей смышлением Почему? Потому что сознание является не только основанием бытия, что с тобой полностью согласен Но и основанием тождества Сознание есть основание тождества, почему? Потому что оно само есть нечто тождественное Оно сохраняет в себе многообразие, сохраняет в себе во времени Оно есть единство в самосознании, единство в субъектах и так далее Вот в чем состоял, собственно, мой доклад Я обратил на это внимание, да? Что сознание является не только основанием бытия, но и основанием тождественности. И из этого сделал вывод, что мышление и чувство различаются не тем способом, что чувственное ничтожно, и надо все свести к мышлению. А что между ними есть существенная разница, которую можно просто содержательно указать. Видно как два плана. Есть план всеобщности. Он же реально есть план такой. План всеобщности, который дан нам восприятие, и план мышления, план значения или смысл, который дан нам мышление. Все. Вот я просто указал простую, что сознание является основанием тождества бытия. Тождества вещи. Вот вещь тождественна само себе. Кто является основанием того, что вещь себе тождественна? Я указываю, что вещь тождественна благодаря тому, что сознание тождественное, и оно заражает вещь этой тождественностью. Я знаком с этой концепцией. Вы, например, на горице на Олега Михайловича тоже об этом говорили? Это инфекционное заболевание, да. Да нет, это я использую терминологию Гигель. Он любил говорить, просто так легко объяснить. Как объяснить, почему вещь является вещью? Почему она сохраняется как вещь? Можно сказать, что она сама по себе такая. Но мы этот разговор оставляем. Потому что все есть для некоторого сознания. Мы более строго говорим. Более строгий разговор состоит в следующем. Что вещь остается вещью, единой и дождественной, равной самой себе, просто потому что я остаюсь равным. Потому что я его мыслью. Нет, подожди. Вот в чем состоит разница, которую я хотел указать? Можно сказать, как ты, потому что я его мыслью. А можно сказать, как я, поскольку я являюсь реально просто в своем опыте. Единством, которое сохраняет себя. Ну давай посмотрим. Ну вот хорошо. Вы вещь, к которой я отношусь на свой опыте, единством, сохраняющей себя. Мы договорились, что у нас, значит, в каком-то смысле... Так, кстати, это совершенно непонятно. Но бывает же и другой смысл существования. Да? Например, существование как вещи протяженные. Мы так же и не поняли, что такое чувственная вещь. Что такое чувственное, единичное конкретное. Мы же так и не поняли. Оно, казалось бы, вот его можно руками потрогать, а в понятии оно не ухватывается. На самом деле единичность понятия не ухватывается. Да. В единичном понятии не ухватывается. Тем не менее, она есть. Ну вот это и есть знаменитая вещь протяженная у Декарта. Но это не только Гегель так говорил, что язык есть в себе всеобщий, как бы. Поэтому ничего лишнего невозможно... Вполне возможно, что оно ухватывается каким образом? Ухватывается тем образом, что вещь является протяженным. Вот такой Декартовский разговор. Вещь является протяженным. В этом смысле и она и отрелезает одиничным. Одничным она является настолько, насколько оно является для нас концидентным. То есть лучше так сказать, поскольку вещь принадлежит протяженной субстанции, да? Так можно сказать? Да. То есть она является как ты говоришь, чем-то протяженным, а? Нет, это именно предметность вещи, это есть ее протяженность. Ну я помню. Предметность вещи является протяженностью. Соглас Heathcl disaster. то я говорю о том, что... Единичность, хорошо. Единичность вещи, она... Вполне возможно, что это как раз транседентность этой вещи, ее предметность, может быть, она состоит в том числе и в единичности вещи. То есть таким образом пространственность является... Единичность в каком смысле? Противоположность всеобщести понятия? В прямом смысле. Просто единичности. Вот в этой самой конкретной конкретности. Единичности. Математическая единица? Нет. Совсем. Как раз и математические единицы это предельно всеобщее понятие. То самое вот это, как твой принтер у тебя на столе. Как принтер у тебя на столе. То есть рефлексивности, как в мышлении в этом понятии нет. Да, может быть. Так вот эта единичность, единичность вещи. Какой-то странный единичность. Я же не против этой единичности. Нет, просто я хочу понять, как мы можем ее захватить. Но тогда получается, что пространственность, настоящая пространственность получается немыслимой, как и время, в декантовском изложении. То есть если она есть как раз, пространственность это не просто какая-то форма абстрактная форма предметности, но она является еще формой ее конкретности или единичности. Тогда пространство, в отличие от Гегеля, Канта, она получается немыслимой, а вообще принципиальной. Да, видимо так. Да? Так а чем-то тогда человек, который это дело придумал, одновременно является основоположником декантовских координат. Ну, в общем, да. Что странно. Очень. То есть он прямо противоположную вещь сделал, тому что вывал на практике философии. Так-то да. В этом вся беда его заключается, мне кажется. То есть мы в понятии пространственность как вот такую, какая-то такую... Вообще, в любом понятии. В любом вот таком понятии, когда ты что-то называешь... Да, мы единичницы... То есть мы сейчас какие-то sagen, что пространственность это нечто, связано с единичностью? Если нет единичности, а... То пространственность сразу нет? Да, да, да. Ну это странный какой-то разговор. То есть у нас получается, что мы просто привыкли называть зеогеометрическим вот этим пространством абстрактным, зеогеометрическими координатами, вот эту самую протяженность, такую плотность, которую мы имеем дело, и о ней забыли совершенно. А мы ее не забываем. Потому что, знаешь, когда... Тогда время — это и есть единичность объекта. Ты спрашивал, что тогда сознание? Бывает, Лену, всегда всеобщее и единичное. Время у тебя есть конкретно данная единичность объекта. Еще раз. Время является конкретной данностью, в отличие от пространственности. И что такое время? Это форма присутствия нас в любом акте восприятия. Но присутствие не тем способом, как в качестве всеобщего некого-то сознания, да? Лучше не трогать время, будет еще все сложнее. Так это и хорошо. Нет, это отлично. Лучше его не трогать, потому что ты вообще запутываешься окончательно. Я не запутался. Я вообще нисколько не запутался. Поэтому я не могу запутаться окончательно. Если время это так, то тогда у нас получается, что сознание в определенном смысле, как у нас конкретность и единичность предмета дана нам благодаря пространственности или протяженности предмета. Вот именно той самой настоящей протяженности. Не декартовской, в смысле, вкидывая пространство. Ой, декартовской, не кантовской смысле. Откуда тебе конкретность вообще дана? Ну, откуда-то вот дана. Ну, как она дана? Откуда она дана? Ну, откуда? От верблюда. Каким местом? От верблюда. Тем самым, что вот непосредственно в чувстве как-то еще… Не, но он имеет… Подожди, подожди. Он имеет чувство недостоверности. Есть уже у Созерца не зафиксированного. Да. У Канта, у Гегеля чувство недостоверности зафиксировано. Нет, я хочу сказать, что она не у Канта, не Гегеля, а зафиксирована. А вот прямо сейчас… Ну да, это понятно. Он имеет… Прямо сейчас она зафиксирована. Он прямо сейчас смотрит непосредственно… Каким-то смыслом? Как это понять? Пока не про смысл. Он про опыт говорит. Вот есть некий опыт с лицезрением. Он лицезреет очевидность. И все. Так а с чего ты берешь, что это очевидность некая? Ну нет, это… Всем же очевидность. Ну как это всем очевидность? Современная культура… Представь, что мне, например, не очевидность… Современная культура… Миша, ты прав. Она совершенно не очевидна. Мы же реально думаем, что пространство – это вот то самое Эвклида возле как-то… Да ладно, бросим спас нас. Возьми до единичность этого. Например, понятие какое-нибудь атом. Откуда оно у тебя берется? Единица та же самая, математическая, любое понятие. Нет, нет, нет. У меня же совсем другое, чем математическая единица. Математическая единица – это нечто всеобщее. Ну, не знаю, вот понимаешь… Всеобщее. Математики, на самом деле, поднимали проблему о том, что единица под единицей много разных смыслов. Да, это и так. То есть, и единица, она как раз вот и дана нам сверху, как-то там, и мы как-то как дети понимаем… Помимо единицы есть… А на самом деле, понятие, например, этого единичного, да, единицы – это вещь такая совсем нетривиальная, и никакой всеобщности в ней нет. Нет, а вот и есть… Потому что для того, чтобы сказать один, ты должен одновременно и вычленить, да, то есть выделить, и одновременно объединить. А вот есть еще более… Да. Другое забавное это… Понятие – пустое множество, да? Пустое множество. Ну, это… Что есть пустое множество, например, три принтера и рядом с ними пустое множество. Четыре ручки – тоже рядом пустое множество. Спрашивается, в ручках и принтерах у них одно и то же пустое множество или разное? Понятно. Так это уже… Ответ, что у крокодилов, которые летят по небу, что у лучек, что у принтеров, у них у всех пустое множество, у них у всех пустое множество, которые став этого множество входят по кантеру, да? Оно, как бы, всегда одно и то же. Что удивительно, опять-таки. Но мы видим, что тогда пустое множество, но, во-первых… А, кстати, интересно. А это будет предельная или абстрактность, или это будет предельно единичность? А вот, кстати, это будет предельная абстрактность или единичность? Вот отличные вещи ты поднимаешь. Вот ты начинаешь… Ну, вот да. Понимать что-нибудь, да? Да, да, да. Что не просто так есть какая-то всеобщная единица, они разные. Смысл, кстати, достаточно интересный. Знаешь, что некоторые… Понятие, это очень интересно, что мы понятие можем некая единичность, как единичность захватить. Я тебе это… Это…